В зале я всегда с пацанами работаю. Они меня бьют и говорят, что типа мы тебя бьем здесь, чтобы тебя там не побили. Спонсором данного видео является Алимбет, букмекер номер один в Казахстане. Широкие линии на все турниры по ММА и другие спортивные события. А еще у Алимбет действует акция для новых игроков. 100% кэшбэк на первую ставку. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии под видео, читайте все условия и погружайтесь в мир спорта на полную. Друзья, всем привет на турнире «Октагон-52». Решил записать влог, не знаю, что из этого получится. Надеюсь, что-то интересное будет. Из примечательного главный бой вечера на турнире – бой между двумя девушками, что редкость. Я вот так стал припоминать и не помню, чтобы в России хоть один турнир возглавляло две девушки. Может быть, ошибаюсь. Напишите об этом в комментариях. И номер турнира и лигу, в котором такое было, мне интересно будет. Знаю, что там много было турниров таких как в UFC, в Белатре, и в Инвикте, и много еще где. Но вот если говорить про СНГ, я не помню, чтобы девушки возглавляли турнир. Весь этот влог будет посвящен разным ипостасям женского ММА. Но участвовать в нем будут не только девушки. Я собрал три истории – о девушке-бойце, девушке-менеджере и девушке-тренере. Но начнем мы с мужского боя, где встретились два тиктокера. Или блогера. Я слишком стар, чтобы в этом разбираться. А начать с него я решил потому, что в углу у проигравшего парня с татуировками на лице была его девушка или жена, которая очень необычно отреагировала на его поражение. Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай, дай, 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 дай! Дай, 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 дай! Дай, 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 дай! Вторая история уже не потешная, а серьезная, хотя и в ней будет забавный момент. В октагоне сошлись Кутман Асеков и Жан Серик, Жак Сугулулы. Бой получился очень конкурентным и драматичным, но, думаю, боями вас не удивишь. А вот то, что в углу у бойца была девушка-менеджер и тренер на телефонной связи, уже куда интереснее. «Помогай, почаще, петель! Свои коза тоже поработаем!» «О, не тоже добавляйте! Внутренне лучше! Да, еще раз! Твой, Кутяк, твой! Закрываешь руки выше!» «Внутренне лучше! Внутренне лучше! Внутренне лучше!» «О, не тренер! Внутренне лучше! Внутренне лучше! Внутренне лучше!» «А при Phew! Внутренне больше не Торчатый! Опять ими все! Торчатый! Держи секунду! Давай еще! Держи секунду! Вот! Еще, еще! Чотнули! Еще раз, все! Чотнули! Вот, вот, вот! И для согласным решением судей победу в данной поединке оберегал боец из... Синьор Дактагана! Торчатый! 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 Можешь пару слов записать с тобой? Слушай, а неожиданно вообще, что девушка в углу и плюс я видел, что ты была постоянно с телефоном и с кем-то держала видеосвязь и подносила телефон. Я такое вижу впервые на турнире. Тренер, получается, не смог приехать. Я с ним разговаривала, он помогал, да. А я менеджер сама по боям. А мне Паша рассказал из андердога, что тебя кука вдохновила Балаева? Да, есть чуть-чуть. И сама тоже раньше выступала и не хочу уже драться, но в этой сфере оставаться хочется. А как тебя вообще ребята слушаются и нормально получается в мужском коллективе работать? Да, пацаны все уважают, слушаются, понимают. В этой сфере раньше в организационной части работал, поэтому нормально все. Сколько у тебя уже бойцов? Около 20 в Кыргызстане есть. Которых ты ведешь? Да, есть чемпионы у нас, агентство Фьючер Спортс называется. Но только я есть, еще много менеджеров есть. А вот именно, кого ты ведешь? Я вот Асеков, Худман, а остальные пока что сейчас начинающие. Профессиональных трудно брать. Лучше с начинающими начинать и самой будет легче расти. Окей, спасибо. Пожалуйста. Поздравляю с победой, непростой бой получился. Давай сначала по третьему раунду. Очень тяжелое было, огромное количество жестких, ужасных локтей. Как пережил? Да, не особо чувствовал его удары, потому что до него тоже у меня был соперник в Сузбекистане, тоже так высокий, выше него даже был. Он, можно, я могу сказать, что мой соперник в Сузбекистане бил сильнее, чем он. Да. Ну вот, когда прям он был сверху и локти попадали, я видел, что ты еще что-то успевал ему говорить, да? Я ему говорил, что со стойкой уже все, да, со стойкой типа уже начал проигрывать и начал в борьбу лезть. Я ему и так говорил во время боя. Окей. И в конце, я так понял, что вы чуть-чуть, ну, тоже был напряженный момент, что он не признал, да, свое поражение? Я не знаю насчет этого, я был уверен в своей победе. Расскажи про свой угол. Я вот видел, что тебя секундировала девушка-менеджер, я уже с ней немножко успел поговорить, и она тебе постоянно подносила телефон. Это мой тренер, разговаривал, подсказывал, как надо работать. К сожалению, он не смог приехать, у него появились там важные дела. И по телефону он мне подсказывал, как надо работать с ним. Вообще, вот как тебе такой способ секундирования, насколько ты понимал вообще, что происходит? Просто, как я знаю, всегда очень важен этот контакт с тренером, а его рядом нет. Ну, хорошо было бы, если бы он физически здесь был бы, хорошо было бы. Я еще сильнее себя чувствовал бы, но все равно я бы выиграл. Давай пару слов еще по ударам по печени. Вот ты вначале прям сильно в них заряжался, первый раунд, по-моему, два точно прям акцентированно жестких прошло, может быть даже три. А потом ты как-то вот сбавил по печени бить? Я не знаю, как это сказать. Может, я подумал, может, он не почувствовал мою леру по печени, да? И типа надо менять тактику. Так подумал, может быть. Давай попроще, что-то тогда сдам. Про очки тоже тебя хотел спросить. Какое у тебя зрение просто? Ты знаешь, сразу после боя ты надел очки. Это от вредных лучей, вот от таких. У меня очки, можно сказать, хамелеоны, они днем темнеют, вечером как обычно становятся. А у тебя высокая, очень световоспримчивость? А так зрение у меня нормальное. Световоспримчивость, да, высокая? Да, да. То есть заряю мне о своих глазах, можно сказать, техники. Окей. А тебе легче на английском говорить? Можно на английском и на русском. Просто слово забыл на русском. Ладно, очень крутой бой получился, поздравляю. Третья история. Здесь у нас чемпионка Октагона Аян Турсын и ее защита титула. Еще раз напомню, что это главный бой вечера с участием девушек. Редкость для СНГ, если вообще не единичное событие. Что интересно, на ее бой пришел целый сектор из девушек. Аян, имея гораздо меньшие габариты, уверенно забрала все раунды. Как бы это пафсно ни звучало, но было бы интересно увидеть ее в UFC. Единогласным решением судей в этом бою побеждает и становится чемпионок. Спортсменка из красного лавтора на эскадостанк. Аян, поздравляю с победой. Очень уверенно получилось. Какие эмоции и титулы у тебя на плечах? Я очень рада. До сих пор не могу поверить. Спасибо за поздравления. Все еще не верю. То, что я там 5 раундов подралась. То, что я сейчас держу свой пояс чемпионский. Все еще не могу поверить. Сейчас чуть-чуть отойду, наверное, потом так и поверю. А вообще, насколько сложно 25 минут провести его катагонию? Ну, моя дыхалка, мои физические состояния мне позволяют 25 минут. Радца, я сегодня уже удостоверилась в этом. Вот. А так мне не сложно было. Наоборот, я с каждым раундом набирала. Бой очень уверенно получился у тебя. Ну, в твою пользу ушел. Но первый раунд ты пропустила. Причем серьезно, достаточно удар. После него ты все помнишь? Да. Я не помню, как я пропустила, конечно. Я помню, как я села. И вот так-то тогда чухала то, что я уже пропустила. Потом быстро встала и разозлилась. И дальше начала работать. Вот это как будто дало мне какую-то силу то, что я пропустила. А насколько сложно работать с девушкой, которая тебя антропометрически прям превосходит? Было такое ощущение, что Марина и весит больше, и, собственно, рычаги у нее тоже длиннее. Ну, знаете, на 52 килограмма у меня всегда были соперницы выше меня, больше меня. Это не как мне... Ну, я уже привыкла, честно сказать. И в любительской карьере у меня так же было. И сейчас тоже так же. А я даже удивляюсь, когда у меня соперницы ниже меня. Просто как я. Я даже удивляюсь. А ты вес вообще сама гоняешь? Немного. Я просто придерживаюсь. Немного гоняю. А вот в межсезонье снизить колец, как говоришь, не знаю, можно девушку спрашивать об этом? Ну, где-то 56, вот так. Не больше. Ты в конце, когда благодарила тех, кто тебе помогал готовиться к этому бою, благодарила спальни партнеров, и правильно понимаешь, что в основном это все мужчины? Да. Ну, и в зале я всегда с пацанами работаю. Они меня бьют и говорят, что, типа, мы тебя бьем здесь, чтобы тебя там не побили. Вот. В основном работаю с пацанами. И в «Тайгере» тоже я в основном работала с пацанами. Там пару девчонок было. В основном работаю с пацанами всегда. А психологически так не сложнее все равно? Про себя же девушка стоит потом в актагоне. Нет, не сложно. Я просто настраиваюсь на нее, и все, выхожу, делаю свою работу, и все. Расскажи немножко про поддержку сегодняшнюю. Я прям видел, что был целый сектор, была большая растяжка такая, Айян Турцин. И я смотрел и снимал сектор, и там были только девушки, мне показалось. Да, как вы видели, у меня все девчонки, в основном спортсменки, боксеры, которые в сборной Казахстана представляют страну нашу. Вот, они пришли поддержать меня. Очень много спортсменок. И, конечно же, мои родаки, родственники все пришли сегодня. Они заполнили, можно сказать, весь зал. А вы как познакомились с девчонками-сборницами? Просто вместе тренируетесь? Я в интернате училась в спортшколе, в Шанраке. Вот, там и познакомились. Окей. Сегодня вы были в главном боевечере. И вообще, я так смотрю, по СНГ единственный лиг, который главный боевечер остается женский, это Октагон. Насколько тебе, не знаю, волнительно, что столько внимания приковано к тебе и вообще к женской паре? Потому что, действительно, в России я пытался вспомнить хоть один турнир, который возглавлял женской парой, и я не вспомнил. Не знаю. Я сама, как мне мои подруги все говорят, это твой вид спорта, потому что зрители много, много внимания. Это твой вид спорта, все говорят. Так как я люблю внимание, я просто выхожу и кайфую, когда много народу. Хочу показать себя. Хочу показать, как дерутся казашки. Не только у нас пацаны так хорошо дерутся, но и девчонки. А какая цель у тебя сейчас? Сейчас подписали как раз с лиги Азата Максума в UFC. Есть ли у тебя тоже желание, есть ли какие-то разговоры с Нур-1 о том, что тебя могут подписать? Пусть это будет интрига, но хорошие новости скоро будут. И хочется немножко о грустном тоже поговорить. Сейчас одна из самых обсуждаемых тем, это домашнее насилие в Казахстане. Вот как девушке-бойцу. Счастлив ты вообще с чем-то подумал? Потому что, знаешь, есть такое понимание у людей, что девушки идут в ММА не от легкой жизни. Ну, не только девушки, но и пацаны, они от легкой жизни. Мы отсюда приходим, честно говоря, зарабатывать. Вот, а насчет вот этой темы нашей, я, конечно, против этого. Сейчас все подписывают петицию, я тоже поддерживаю это. Я против насилия. Ну, я скорее о том, что, условно, там девушку побил, там, не знаю, возлюбленный, там, не знаю, муж, и она из-за этого ведет единоборство. Подобной ситуации никакой нет. Я не знаю, еще не встречала такой ситуации. Ну, иногда девчонки говорят, там, о, ты, наверное, своего парня там так бьешь, так будешь пить, там, мужа там будешь пить. Ну, не знаю. Я думаю, если я такая сильная, у меня муж будет еще сильнее, и он будет уважать меня, а не будет такого. Отличное выступление, поздравляйте. Спасибо. Спасибо всем, кто смотрит наши видео, но мы существуем не только в YouTube-формате. Настоятельно рекомендую подписаться на наш Telegram-канал, где мы в прямом эфире вместе с вами смотрим и обсуждаем турниры UFC, Bellator, AC, PFL, OneFightNights, RCC, Niza и многое другое. Постим самые свежие анонсы из мира MMA. Также подпишитесь на наш Instagram-канал, где мы проводим прямые эфиры, отвечаем на вопросы зрителей и освещаем инсайд из турниров. Еще у нас есть ВК, у нас есть еще и Zen, и много чего другого. Все ссылочки будут в описании к этому видео. Хочется сказать вам огромное спасибо за то, что вы нас смотрите. Каждый комментарий, каждый лайк очень для нас важен. Мы на все отвечаем, все смотрим. Кроме того, вы можете нас поддерживать и материально. Также реквизиты у нас в описании к этому видео. Спасибо вам и до скорой встречи.